Олег Кожемяка открыл соревнование «Ворошиловский стрелок». Мероприятие прошло на Барановском полигоне. Сегодня мы одной из таких традиций, которая позволяла и мужчинам, и всем желающим получить навыки обращения с оружием, отличиться непосредственно в стрельбе, возрождаем «Ворошиловский стрелок». Глава региона особо подчеркнул, что сложившаяся ситуация в стране и мире требует единения, взаимовыручки, возрождение начальной военной подготовки и гражданской обороны в целом. Очень много приморцев сегодня находится на фронте. Только что закончилась частичная мобилизация. Были отправлены более 8 тысяч человек по частичной мобилизации, плюс тех, кто пошел добровольно служить через батальон «Тигр», через контракты. Большое количество земляков наших сегодня находится на фронте. Наша задача сделать все с тем, чтобы они ощущали помощь, поддержку, с тем, чтобы через добровольцев, через контрактников шло пополнение тех батальонов для тех, кто понимает, насколько важна сейчас защита наших рубежей, защита нашего населения там от нацизма. После обязательного инструктажа участникам предстояло показать свои навыки в стрельбе из автомата из разных положений. Вместе с состязающимися в соревнованиях принял участие и глава Приморья. Всего в квалификационных испытаниях на присвоение знака «Ворошиловский стрелок» приняли участие около 100 человек из разных муниципалитетов Приморского края. По словам самих стрелков, такие соревнования нужны и интересны, а самое главное – своевременные. Артем Белов, Анна Дьякова. Новости на восьмом.